Цифры смотрите. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 406. События дня. Евангелие от Матфея, 19.8. А сначала не было так. За 21 января 2017 года. Сергей Игнатов. Спаси Христос. Такой вопрос. Есть ли возможность воспользоваться при этом в России программой переселения соотечественников, чтобы православные христиане, удовлетворяющие требованиям устава общины в поселке Потеряевка, могли туда переселяться при государственной поддержке для работы в фермерском хозяйстве Игоря Барабаша? Помоги ему, Господи, сделать то, что нужно. Это к ему крепкому хозяйственнику. И что тебе, Боже, угодно. Аминь. Спаси Христос семью русского сельского труженика и кормильца городов российских Игоря Барабаша и его близких. Если Бог даст и жив буду, то хотелось бы внести в его святое дело свою лепту. Относительно того, что там, где помогают и прочее расследовать, я совершенно к этому делу не касаюсь. Помогают или нет, не знаю. Не могу сказать. Предположение мое тут никакой роли не играет. Но я знаю только одно, что нигде, ни в одном государстве не гробится, не уничтожается сельское хозяйство, как здесь. И вот разные интервенции по зерну. То есть те, которые ушли уже, это партийные работники. Партийные, те, которые работали в сельском хозяйстве, деньги отпускаемые фермером, они все сгребают. Первый секретарь райкома партии Куфаев у нас здесь был в Мамонтовском районе. Первый секретарь компартии КПСС. Сын его Юрий, а оба сидят сейчас в тюрьме, в лагере. Что, какие доступы имели? А он заместитель, был губернатор Алтайского края. Хорошие у нас отношения были. И вдруг прокурор приехал и говорит, его посадили. А что, миллионы, сотни миллионов сумели перевести как-то на себя. Ну, сидит там, как Василия, даже спрятала деньги, а деньги потом поделят. Ну, Бога, раз нету, все можно делать. Дальше. Данил Андреевский. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Заполнил анкету. Хотел бы узнать время, когда можно было бы с вами выйти в скайп и задать вопросы. Ну, этого у него анкеты никакой не было. И кого принимать-то? Фигура какая-то стоит. Теперь фотографию поставил, я отвечаю. Заходите сейчас. Ответ. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Очень рад душеспасительной дружбе с вами. Сейчас не имею возможности зайти на скайп, так как нахожусь за рулем автомобиля. Ну, это не причина. Вот из Америки мне, которые звонили, за рулем сидит, едет и разговаривает, как дома сидим. И видимость хорошая. Ну, видимо, здесь не так. Дальше. Михаил Домнич. Вот это вот нужно контур нажать, держать. И по самолету что? Там специалисты рассуждают, от чего этот самолет рухнул. Они рассуждают по секундам. Относительно шасси там отвалилось, которое уже было на берегу. Ну, то есть, я не знаю. Но я вчера смотрел. Очень большой материал. Вот, если желаете, можете посмотреть. Вопрос 3787, 26-й том, открытым оком. Вопрос. А вот если бы вы были на какой-нибудь должности, посмели бы выступать так, задевая все церковное начальство, вплоть до Папы Патриарха? У священника ведь тоже есть возможность делать карьеру. Перейти более богатый приход. Вы бы так и засохли на нижней ступеньке. Или я не права? Это мне в университете, когда я вел занятия, задали вопрос такой. Ответ. Смотря что, понимать под словом карьера. Я делаю все так, как подсказывает мне моя совесть. И Бог через Писание. У меня книги столько написано, это же не игрушка, 33 тома только открытым оком. Но фактически это 41 книга, а и книги, это не брошюра, по 752 страницы. 4124 вопроса и ответа. Ни одного вопроса не оставлено, не отвечено. А я стою перед народом. Веду радиопрограммы на телевидении. Что было? Это есть что вспомнить? Самые провокационные. Все были отвечены. До единого. Я говорю, что делать? И поэтому у меня не было, чтобы какой-то цензор был, когда издавал книги. Никто, не епископ. Совесть и Бог. Все. Писание. Считаю, что я завел знакомство с очень добрыми людьми в высших инстанциях. И свободно могу приходить туда и ходатайствовать за других и за себя. Говорю о молитве. Не очень близко, знаком сам царь. И все мои просьбы практически уже выполнены. Посадили священника. Суртаев Владимир. Я хожу. Свои. Епископ посадил. Три священника, которые что-то он там где-то присвоил дом. Я ходил за него в епархию, ходатайствовал. И что интересно, я ходил в Краевую прокуратуру, Парасхун Юрий Педорович, писал за него. Я с ним тут, когда иду по камерам-то, его встречаю, что нужно там приношу, что возможно. Епископ, который садил его, сразу же умирает. 41 год. Который священник участвовал в этом деле. Он в Заринске был. Капранов, Димитрия-то. Я не знаю, 35 лет было или не было. Он внезапно умирает. Участвовал Аносов, там Симеон. Он кассир был в епархии. Шофер его убивает. Но в этом, кто участвовал, все до одного. Как будто ветром сдуло с палубы корабля. А он вышел. Вышел, и какой-то у него фирма, железок ее, красный дракон или просто дракон. И все. Все стало на свои места. Дальше. У меня много знакомых. Это и губернатор, и мэр города, и прокурор края. Ну, то есть везде, везде, директора заводов. У меня Господь так сделал. Но я считаю, самое главное, это мне знаком сам царь. Если вы спросите, как обычно бывает, обо мне справляется у многолетнего настоятеля Покровского собора в городе Барнауле, справившего уже 50-летие служения на одном месте, отца Николая Войтовича. Вот отец Николай Павлович, приехал оттуда он, с Белоруссии. То он сразу же ответит, что я сектант, что я больной на голову, что я лежал в психиатрической больнице и прочее. То есть у меня ничего больше нет обо мне сказать. В его глазах он уверен, что он сделал неплохую карьеру себе и сыну, тоже благочинному. Тоже умер. Тоже умер. В самых молодых годах благочинный отец Александр. И он умер. И внучкам, уже сделавшимися матушками. А я так просто душевно больной и гордый. И он это оттвердит уже не менее 40 лет. У него дом, полная чаша, есть машины и прочие услады. У меня уже ничего из этого нет. Но у меня есть внутренний мир, довольство, любовь к друзьям и к врагам. А у него может напомнить еще, что ради карьеры в прошлые годы священникам приходилось не просто прогибаться перед уполномоченными, поставленными истребить веру в народе, а быть в унижении и даже проповеди носить к ним на утверждение. При карьере такой, где же вера, где упование на Христа, где свобода Духу Святому? Это же рабство Духа, волчий Дух, гробить истинных служителей Божьих, чтобы самому устоять. Что это раздится на лице? То есть мы ходили, занимались на дому где-то. И с нами одна сестра ходила. Я могу все назвать именами и проще, ну не знаю, в глотких тоне. А муж у меня милиционер Сергей, знакомый с этим Сайтовичем. И сказал, что он в списке сразу подал уполномоченным, а там в КГБ, когда меня арестовывали не однажды. А мы исследовали Слово Божие. Вот и все. Дальше. А впереди еще смерть и суд Божий. Что с той карьеры, если на душе нет мира и всегда подозрительность к ближним, и тайно ропотно своих поработителей, которым боится сказать Слово Грозное и дающее и извергам надежду на покаяние? У таких карьеристов нет ничего из этого арсенала. И даже обладая всеми связями, он отчаянно завидует мне и потому клевещет под сегодняшний день. Зная, что из всего им сказанного нет ни порошинки правды. Он даже не знает, что спрашивающие его обо мне потом ко мне же приходят. Христос говорит, Иоанна 5,44. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы которой от единого Бога не ищете? Лука 22,26. А вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий как служащий? Я легко это выполняю. Почему? Это потому что моя жизнь. Я его хорошо... Ну, интересно, что когда на Пасху милиция охраняла... Храм-то был один только, Покровский собор, да в городах-то тоже не было. Ну и везде дружинники все охраняют, не пропускают, молодежь задерживают, поворачивают. Ну, я-то моложе был, это лет на 30, это не сегодня было. Ну и беседую с людьми, здесь сразу подходят, машина стоит такая, Арафик назывался, вот как сейчас Газель. Пройдемте туда, а там дружинники сидят, милиция, вы нам лучше расскажите. Ну, я им начинаю говорить, и там находится знаток, и начинает где-то... Ну, заканчивается, все, я выхожу, дальше в храм, ко мне претензий нет. И вот это на пасхальный день. Потом я захожу, где отец Николай сидит, у него там благочиние, всегда он там один, никого нету рядом, и он... Да что, вас опять брали? Я говорю, а что брали-то? Они мне ничего не сделали плохого, все по-хорошему. Так я слышал, что вы прямо так все им и говорили. Я говорю, ну а как криво-то говорить, я и не знаю как. И вы сказали, что Ленин не прав и прочие там. Конечно, сказал. И что коммунисты, что это кончится, это власть. Я говорю, конечно. Как же они вас не забрали? То есть, то ли он и хотел, то ли нет, голову опустел, а потом, гляжу, он потихоньку улыбается и говорит, а победа-то там была на нашей стороне. То есть, он меня считает своим, он знает, что о вере решила, о Боге, о Христе, а попутно эти вопросы, которые задавали на нашей стороне. Вот. Вот и все. Так, Тамара пишет, Селиванова. Игорь Добунов, от вас сквозит лицемерие. Кто вам дал право вообще повышать голос на Игнатия Тихоновича? Вопросов-то налепило сколько? Семь где-то. Дремучий и неблагодарный мужик, готов порвать и предать того, у кого жил через стенку и ел с руки. Надо же, знает, что через стенку жил 14 лет. Конечно, я ни копейки не взял и никогда за квартиру еще не брал, ни с одного. Неужели реально думаете, что умнее и прозорливее Игнатия Тихоновича? Я уверен, что в своей семье является подкаблучником, боится жены своей. Это же очевидно. Это на Игоря она говорит так. Ну, вообще, не знаю даже. Сергей Игнатов, спаси Христос. В нашем свято-тихоновском приходе Донецкой епархии протеири Николай, 57 лет, на мою просьбу прокомментировать о том, что читалось во время богослужения на церковно-сламянском языке. Из книги пророка ответил, что он не станет этого делать, ибо он не богослов. То есть, что в церкви считалось, он не знает, и что ответить. Мы идем, батюшка, я говорю, а сколько лет вы служите священником? 51-й год. На Украине были, в Киеве. Батюшка, а о чем сегодня считалось? Да Бог его знает о чем. Так ты же считал сейчас. Считал для народа. А Бог его знает. Да Бог-то знает, а мы? Я представляю, что бы сказал на это апостол Павел. Что бы сказал, что бы? То есть, ударение на что сделать? Что бы сказал конкретно, что это существительное? А, что бы сказал на это апостол Павел через твои уста, Игнатий Тихонович? Но я все же благодарен Богу, что священник разрешил прихожанам после воскресной службы приходить в храм для коллективного чтения Священного Писания. Коллективного чтения? Ну, прям вообще здорово как. Он юрист. Мой друг во Христе Евгений Загустин, который некоторое время был послушником Святогорской лаврии Донецкой епархии и вопрошал тебя о монашестве. Недавно создал, по моей просьбе, православной сети интернета, кавычках, Елицы, сообщество Свято-Тихоновский храм, город Углидар. И сделал, ссылка, сделал фото первого за 25 лет существования нашего прихода коллективного изучения Священного Писания прихожанами из пяти человек. Монастырь из пяти человек. Да из пяти человек это в одном душе можно делать. Во главе с нашей старостой Валентиной Григорьевной, которая горячо поддерживает этот полезный почин. Почин. Это сколько они? 25 лет существования прихода. И первый раз фотографию из пяти человек сделали. Вот здорово. Ну, это много даже для нее. И еще вот что. Евгений спросил у меня, почему Игнатий Тихонович критически относится к священникам нашей православной церкви, Московского патриархата. Родной Московский патриархат Игнатия задевает. Не простят они мне этого. Как ответить на этот не вполне корректный вопрос, я не знаю. Я знаю. А, я знаю. Ты не придумай. Но не стал. Ибо убежден, что просмотрев указанный выше сайт и дав нам напутствие, как дальше двигаться в деле коллективного изучения благовестия Слова Божия, ты, Игнатий Тихонович, разъясни, что у тебя нет критического отношения к сословию священников, но всякий Божий слуга и работник, имеющий моральное право, обязан по слову апостола Павла обличать грешников, как это делали пророки, посылами Богом для вразумления заблудшего еврейского народа. Абсолютно правильно. Мне отвечать чего не было. Зачем? Я материалы дал. Смотри так. И далее пишет. Что-то одного апостола Павла говорит. Дорогой Игнатий Тихонович, в одном из первых моих писем на твое предложение подружиться в интернете я ответил, что на тебя очень похож внешний мой отец, который умер в 2010 году, на 79 году жизни. Далее в посланиях апостолов Павла и Иоанна есть упоминание о том, что они относятся к своим ученикам, слушателям Слова Божия, как любящий отец к детям, которых родили во Христе. И вот я читаю стих 6-7 Псалма 77, в котором написано повеление Бога о том, чтобы знал грядущий род, дети которых родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих. Афанасий Великий под этими стихами напонимает, кавычки открыты, святых учеников Спасителя, которые совершенные Христом чудеса, поведят сыновам своим, То есть поведают, расскажут, поведят. Через них, приступивших к вере, возвестят им то, почему возмогут они единственным своим упованием признавать Бога. Кавычки закрыты. Из этого я делаю вывод, что в какой-то степени я тоже твой сын, Игнатий Тихоныч, потому что очередной шаг в познании Бога, исследовании Его пути, я сделал благодаря твоему благовестию. Твоему-то как широков я раскинул. Но у меня при изучении псалмов, понимании Афанасия Великого возник такой вопрос. Когда можно понимать прочитанный текст буквально, а когда иносказательный? Вот это очень важно. Ведь в приведенных выше 6-7 стихах 77-го псалма прямо не указано ни о святых учениках Христа, ни о рождении через благовестие детей во Христе. И далее. В ряде случаев Афанасий Великий толкует понятие врагов царя-пророка Давида не в смысле нечестивых и воинствующих против него врагов, а как бесов. Получается так, что святые отцы понимают святое писание гораздо шире, чем написано, да еще иносказательно. Это интересно. Там в псалме написано, как тает воз от лица огня, тогда погибнут, православно считает, бесы. А одержимое стоит рядом. Зачем врешь? Там написано, как враги погибнут. Бесновато стоит. Мне не нравится, что на бесах. А в псалмах-то написано не о бесах. Давид-то молится о врагах, которые гнали его. И что вот на этом месте сатана не удержался. Но когда неслись, как в Чехзавет, они-то и читали эту молитву. Там на книге Исход написано это. Да. Но здесь Иоанн Златоуст точно так же, Зигабен пишет об этом. Что где сегодня мы псалтыр считаем, где говорится о врагах, это переносить надо переносно. На врагов, которые духовно уничтожают христианство. Бесы, демоны, падшие с неба, ангелы. Так что буквально надо понимать. Ну а когда все тебя враги гонят, ты по неволе склоняешься и мыслями к ним. Там Бог знает, разберется. Но смерти просить мы им не можем. Так, благодарю Бога, что свел меня с вами. Пусть... Ага. Максим Федота. Мир вам во всем. Во Христе Иисусе Игнатий Тихонович. Благодарю вас за ваши труды. Благодарю Бога, что свел меня с вами. Пусть и заочно. Книги Новый Завет по полке, на полке без внимания не лежат. То есть он уже выписал, купил. Спасибо за них отдельно. Недавно наткнулся на вопрос 3396-20 том открытым оком. Беседа Александра Меня с вами. Это 1982 год. Мне эта беседа принесла пользу. Хотелось ей победилиться. Я сделал на беседу ссылку с сайта во свете Библии. Человеку, который трудится в фонде протеерей Александра Меня. Он благодарил. Это уже история. Даже такие крупицы, личные беседы важны. Вы недоставляли книги в фонд Александра Меня. Храни вас и вашу общину. У нас там есть аудиозапись этого беседы на сайте. В аудио. Она уехала, когда уезжала, отец Александр сказал, назад вы уже не вернетесь и встречи больше не будет в Америку. Сыновья ее там, там остались они. И она вот когда отмечает годовщину смерти его, она приезжает сюда. И все это у нас такая была переписка. Я перед ней, ну, как бы виноват. Она очень хотела в Потеряевку приехать, посмотреть. Но всегда падает на сентябрь. Она не, не знаю почему, она раньше не может. А в сентябре уже говорить не надо. Встречать среди ночи. У меня транспорта нет. Идет дождь. Тут каждая минута дорогая урожай. И собирают. И поэтому я не могу ни встретить, ни проводить, ничего нету. То есть для меня абсолютно это невозможно в сентябре встречать кого-то. Как я встречу? Куда пойду? Там ни строения, ничего нету. Слез и степь. Черная степь. Идет дождь. Допустим, куда идти? Как идти? А, и возраст, а мой считай. Ну и что? Дальше-то где будем хлюпать? И поэтому, ну, никак не могу я принять. Так, Александр М. Мир дома вашему, Игнатий Тихонович. Благодарен вам, что не забывайте меня. Я пользуюсь вашими трудами. У меня все скачено. И все 12 томов Иоанна Златоуста, что начитаны вами и все остальное. Включая и Солженицына. Вы не поверите, но я каждый день дублировано с начитанными вами трудами, параллельно с записьми, слушаю и читаю Святую Библию. Очень хорошо, что есть где-то еще записи для прослушивания. Но мне достаточно ваших. Да я и привык уже к вашему голосу, как вы читаете. Спаси Христос. Вот видите, как это люди, которые знают. Ну и далее посмотреть на наши... А, вот еще что. Некоторые письма на этот день. Можно даже... Я думаю, забыли уже. Да, вот. Просчитать знакомый один писал мне. Никита Колесник, это я писал. Ты писал? Я думал, ты не захочешь, взял тебя тут сократил по бухам. Зачем? Я думаю, что это и забоишься. Ну ладно. Так, Игнатий Тихонович, за последнее время я стал свидетелем стольких вопиющих беззаконий, что просто хочется с кем-то поделиться. То есть ты еще не приезжал, мы с тобой не встречались. На протяжении последних нескольких месяцев я старался навести контакты со священниками Русской Прославной Церкви Московской Патриархии. В Борисполе есть пять храмов прихода. С каждым из них своя история. Первый – железнодорожный вагон, сделанный под храм порога Ильи. В нем кодят два священника. Один из них самый большой... Интересно, главное, не учат ничего, а только кодят. Один из них самый большой и толстый из всех, кого я когда-либо видел живую. При том, что ему около 40 лет. У него отдышка. Главное не отдышка, а отдышка вообще. И абсолютное невежество как в мирской, так и в духовной жизни. Он вообще не ведет никаких бесед, ни с прихожанами, ни с клиросом. Только властвует и командует в алтаре над Пономарями, учитывая, что там и так мало места. Они едва там все помещаются. Ничего тут не добавлено на твоем письмо? Нет, нет. Не буквы, только я грамматику тут, где ошибки есть, выправил. Так, когда он проходит с кадилом с одного конца вагона, в другой всем бабкам приходится прижиматься к стенке, потому что, несмотря на малую площадь помещения, туда сумели вместить всю мерзость, которая присутствует в обычном храме. В другом конце вагона лавка со свечами, иконами, книжечками, просфорами и прочее. На подсвечниках коптятся десятки поганых свечей, прибавить кадильный дым, который бывает удушает и в масштабах большого храма. Все это здесь достигает такой концентрации, что некоторые люди часто выходят наружу отдышаться. Это правда. Там очень тяжко. Второй поп настоятель Андрей, более благовидной внешности. К нему-то и подошелся по всем правилам, попросил благословения, учтиво спросил, проводятся ли у них занятия или собрания по изучению Святой Библии. Он сразу же ответил, что сейчас у них на это нет времени. Все это будет позже, когда они подостроят храм. А он там в метрах двухстах, строится там давно уже. Я ответил, что места и здесь хватает, и как можно скорее нужно к этому приступить. Ему пришлось попросить меня прийти через пару недель по завершении поста. Тогда я распечатал свои подборки, священное писание и канон о том, что священник должен учить и благовествовать. Я пришел туда с ними, раздал толстому отцу Валерию и Пономарю. Отец Андрей появляется там всего раз в неделю на пару часов. Некоторые из прихожанок за эти ревосовались тоже. Остаток я раздал им. Приходи туда каждую неделю и возбуди в них некоторый азарт, желание работать. Но все потухло, началось по кругу. С такой же тактикой, которой я знаком, через Пономарей началась отлаживаться система послушаний. Сначала попросили помочь набирать воду на крещение. Дальше ожидала большая попытка представить меня под поповский каблук, зажать в тисках послушания. И когда я, наконец, с пятой попытки подошел и спросил, когда же мы займемся делом, у меня с собой был материал, пособие извлечения Святой Библии по Евангелию от Марка, толкование Блаженного Феофилакта. Мои личные конспекты. Отец Андрей сказал, что они сейчас очень заняты. Чтобы я оставил свой номер телефона, и, может быть, через месяц-другой мы начнем. Там две недели, а тут два месяца уже. Я ему просто ответил, что это хитрая отмазка, а он и брови не повел. Не было еще опыта, как реагировать в таких ситуациях. С ними расстался и больше не возвращался в ту душегубку. А ведь прихожанки с интересом прислушивались к нашим разговорам о занятиях. Но не боятся попа, это у них воведение на лицах. Распечатали еще больше материала с форума во Святи Библии на тему крещения, священства и других, не имея возможности встретиться со священниками в одни будни, должен успеть и всех посетить выходные. То есть задние выходные у всех. Прибыл на другой конец города Борисполя храм Петра и Павла, где оказывается хозяйничает благочинный города отец Георгий. Лютейший волк. Прибыл во время Шестапсалмия. Внутри одни запуганные старухи. На клеерности женщины сидят. Не имея возможности и желания оставаться до конца, решил отдать материал с номером телефона и интернет-адресом. Ну, обратные контакты. Ну вот ко мне подскочил бритый Панамарь с расспросами, кто я такой, что я здесь делаю. Я отдал материал ему, представился, и он пошел с отпечатками в алтарь. Еще немного постояв, я направился на выход, где меня и нагнал Панамар Сергей, пытался меня допрашивать. Самое удивительное, когда я стал с ним говорить, он как бы на секунду изменился в лице. Вот так Господь располагает людей. Через несколько минут, прямо в продолжении службы, такой я оказан был честен, пузом вперед, со циркающим крестом, щетками в руках, к нам вышел Поп Георгий. Двумя пальцами держа мои распечатки, спросил меня, кто я такой и как я, ему, Попу, смею давать выдержки из селенских соборов. Понятно, то есть неприкасаемая каста. Это все равно, если как прийти к директору завода с его должностной инструкцией. Да почему нет? Тогда я ответил, что значит ему есть над чем задуматься. Отец Георгий, видя, как он на глазах теряет свой авторитет перед своим Панамарем, начал так на меня морально наседать, что я даже я, считая себя парнем не самого робкого десятка, почувствовал, как меня будто обдало морозным воздухом до костей. Сергей сказал Попу, что я сказал, что он неправильно крестит, хотя на самом деле я напрямую такого не говорил, видимо им то больше виднее. Поп начал завераться и не захотел читать то, что я принес, и общаться со мною, говорить, что я как сектант и проще. Панамарь в разговоре даже назвал меня братом, пытаясь отстудить от стервенелого священнослужителя, тот же видя, что ничего поделать не может, выбросил свой последний козырь. Сказал, что если Панамарь будет это читать, тот сделает все, чтобы отлучить этого от церкви и причастия. Причастием играют. Причастием. И Сергей тут же, склонив голову, последовал за ним в храм. А я поехал дальше. Следующая история, происходившая в прошлые выходные, вообще не вмещается в голове. Город Борисполь – храм нерукотворного образа спасителя. Настоятель протеерей Игорь. Целый комплекс сооружений, окруженный невысоким забором. Все постройки и храм из бревен. Есть и колокольные, и гостиницы, и еще какие-то помещения. И все это функционирует процентом на три. Со второго раза застал батюшку дома. Общался он со мной настороженно и аккуратно. Я показал ему, какие у меня есть материалы для изучения Святой Библии. Говорил с ним открыто и зарядил его энергией, как организовать активных людей. Он даже ко мне расположился. На выходе я взял у него благословение. Прошел примерно месяц, от него ни звонка. Два раза не мог застать его дома. Уже первая встреча с его матушкой я понял, кто там всем заправляет. И вот, воскресная литургия. Богато украшенный храм, торговля, собирание денег. И в который раз вижу, как в храм заходит женщина, неопределенного возраста, с виду, как дорогая проститутка, обтягивающая юбка до колен, не по колени. Высокие сапоги с каблуками, красные длинные ногти и, конечно же, макияж. Покупает, расставляет свечи. Меня это настолько возмутило, что, наконец, когда я понял, что никто этим не занимается, решил, что, когда она, как обычно, выйдет на улицу, я ее отчитаю. Отчитка идет. Нет, так я не говорил, она еще делает поклон у этой юбки перед всем народом. А юбка задирается там до пояса. Аклира ад. Но, оказывается, она поет и читает на клиросе. А клирос на втором этаже. И вот, она поднимается по лестнице, чуть ли не над головами. И ее бедра галяются почти до трусов. Из-за этого наблюдают прихожане. Мужики стоят, смотрят. Такой вот мерзость благословляет поп. Тут я не выдержал. У меня еще температура была, но я пошел все равно, я больной был. Поднялся за ней и начал там наверху при всех ее отчитывать. Как ей не стыдно в таком виде приходить в храм. Светить своим исподним перед всеми. А она полная бесстыдность. Особо даже не смутилась. Говорит, молодой человек, вы преувеличиваете. Там же была и матушка. Начала меня успокаивать. Приказывать пуститься вниз. Мне нельзя там находиться. Мол, сейчас ей дадут прикрыться. Если это меня так смущает. Следует сказать, что после та же женщина спускалась по лестнице в таком же виде. Никто не прикрыл ее. Там же сидела старая монахиня. Очень довольная, что нашелся кто-то, чтобы осадить эту блудницу, воскриняющую их рам. Но мой вопрос. Почему она сама не выговаривает за такое? Она ответила, что это все по благословению настоятеля. Сутенера, по-моему. Тем временем матушка предприняла попытку физически меня оттуда вытеснить. Такой вот бедлам. Я отряхнулся. Не знаю, утряхнулся от нее. И матушка устыдилась, что прижимается к другому мужчине. Остальная публика на клирсе стояла с видом полного непонимания происходящего. Я спустился вниз. Примерно литургии верных вышел из храма, взял большую табличку на ножке, на которой написаны правила поведения в храме. А в внешнем виде и другое. Табличка эта осиротела. Сиротела, наверное. Стояла за углом. И пристанил ее в двери храма. Дальше происходил натуральный цирк. Я дождался окончания службы, когда освободится батюшка. Поп Игорь вышел и смотрел мне очень странным видом. Видимо, такие, как я, фрукты ему еще не встречались. Я подошел на благословение. У меня с тобой был ноутбук, чтобы вместе посмотреть речь Патриарха Кирилла об организации миссионерской работы на приходах. Но в итоге он даже не стал смотреть. Я ему сразу начал в деталях рассказывать всю историю и спрашивать, разве можно допускать женщину в таком виде в храм? Наш разговор длился 15-20 минут. Ничего себе. Тут-то в нем открылась вся его звериная сущность. Все его равнодушие и лукавство. Он сказал мне, пусть он находит, как ей нравится. Игумен отчитал и прогнал пришедший в храм блудницу. А потом ему явилась Богородица и страшно его упрекнула, сказав ему, что молилась за эту душу 24 года. Я ему ответил, что блудница из житии пришла в храм не первый раз, а эта ходит уже не первый год. И ничего не меняется. И Богородица гнушается таких людей. Видимо, из принципа он не хочет ничего менять, ведь окажется, что он не главный здесь, поп, подумал я. Говорит, что если душа пришла каяться, он не станет ее выгонять. Я сказал ему, что она ни капельки не кается, а развращает прихожан и еще многое из Библии, проповеди и другое. Он объявил себя главным настоятелем, чтобы я больше не смел ставить табличку в двери храма и без благословения благочинного никаких занятий проводить не будет. В итоге он меня выпроводил. В тот же день я просветил храм Живоносный Источник. А, да. Местный монах Серафим тоже даже не стал смотреть видео с патриархом. И далее я встретил такой потоп невежества, дикости и тупости. 25 минут бесплодной беседы и жестокого обличения в непрофессионализме священства. И вот, когда я так говорил, и меня начало одолевать одновременно тоска и возмущение, как бы какой голос раздался во мне, не сыпьте бисер перед свиньями. Я сразу успокоился. Есть в Борисполье еще главный храм Бориса и Глеба, но там такое мерзкое место. И никчемные попы. Храм очень большой. Внутри целых два больших киоска, в двух разных углах помещения, со всякой всячиной. Очередь порой соединяется и достигает длины 30 метров. Попы разрутили весь Борисполь. Если Господь подскажет, то еще раз посвящу одну церковь на кладбище. Был в католическом костеле, внутри никакой торговли. Познакомился с настоятелем священника, монахом-вразысканцем. Эдуард Кава. Очень интересно, говорили с ним около 40 минут. Зато он взял у меня для работы ваши пособия от евангелиста Марка, а в ответ подарил новую католическую энциклопедию. Вот так. Вот так вот. Что на это сказать? Вот такая, брат, работа там была. Мы знакомились. Ну, я покажу наши ресурсы. Это вот мой мир. Сюда перетаскиваю все с нашего видеоканала. Ну, приходят люди. И какая красивая получилась. Это потеряевские посиделки. Рассуждение на дому о нужном. Батюшка сидит. Дальше. Это у нас большой очень ресурс. Православный форум. 1602 темы. Так что вот если ткнуть здесь, вот новое сообщение. Два надо запомнить. Новое сообщение. Откроется первая страница. И вот поиск есть по теме. Надо общий поиск. В него ткнуть рамочка. Заряди что-нибудь. И там сразу найдешь. Ну, и, конечно, наш видеоканал. Вот я ставлю каждый день 5, 7, 10 и даже 12 роликов. У нас очень богатый материал. Ну, я не считаю сколько. Ну, примерно 6,5 тысяч роликов. И вот сегодня пока разговаривали, кто-то зашел. Ну, если я наткнусь, напарюсь, как говорится, на матерки, то прошу прощения. Что тут пишет? Роман Росло добавил комментарий. Крестик это просто железка. И оградить от чего-то он не может. Ну, то есть, видишь, какой-то зашел. Какой-то еретик. Крестик. Не просто крестик. Это напоминание о вечности, о Христе, о жертве Господней. Вот. Я хотел сказать, вот когда первый раз мне в руки дали Евангелие, Новый Завет. Первый раз в жизни, в 23 года. И что интересно, я считаю все вновь. Все. И первое, что я прочитал, запиши. Так. Отец лжи. Это первый стих, который я запомнил наизусть. Прочитаю его слух. Евангелие Теана 8, 44. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. То есть, если мы допускаем ложь в чем-то, и совесть не обрещает, за этим следует что? Вот качество его. Во-первых, откуда ложь происходит? Отец лжи. Всякой лжи. Независимо от того, какие последствия. Он отец лжи. Иоанн пишет богослов, всякая неправда грех. И никто в рай не войдет. Заканчивается книга откровения преданной мерзости лжи. Надо как огня бояться. И Сирахов сравнивает лжец и вор. Но вор лучше. Он обворвал, я его боюсь. А лжец десятки раз. Но лжец и одновременно, что он человекоубийца. Если сегодня человек только солгал, то завтра потянутся руки к молотку. Вот что страшное. Люди не понимают. Вот допустим, человек любит спать лишнее. Покушать, поесть как хорошо. Что за этим? А оно идет в обнимку с другими грехами. Разврат. Блуд. Плоть заговорит противное. Почему этот грех глушится постом и молитвою? А сатана придумал через монахов. Послушание дороже поста и молитвы. Дороже нет ничего. Поста и молитва это единственное оружие. Он говорит, нет, оружие брось. А послушание вон там он дядьки делает. Ну что непонятно. Ты никто как слепые не видит. И повторяют. Послушание дороже поста и молитвы. Вот этот стих. Я работал на корабле. Я стал проверять. Я увидел именно так. На меня боцман был там. Володя его звать. Салгал. Капитану Фролову. А потом, когда я уезжал, он пришел и сказал. Мы готовились вас убить. Я учился в высшем мореходном училище. И там байгерская рубка сзади. Она не действующая. Действует, когда там что-то сломается. Тогда управление берется с задней части корабля. Они туда приходите. А в это время жена Фролова пришла, белье развешивала. И сорвала этот план. Это ложь и убийство. Поэтому лжи нужно бояться, как огня. Проверять на десятки раз. Никакие сведения не могут нас затвердить, пока мы не узнаем истину. Проверить по слову Божию. Ни под каким видом не допускать. А что? Варианта два. Только молчать. Христос не отвечал. Или отвечать правду. Только правду. Ничего, кроме правды. Ну, человек говорит. Ну, вот я и как сказать. Вот конфессия такая. Нет конфессии. Это ложь. Подмена слов. Ни дониминации нету ничего. Есть ересь. И слово ересь сатана закамуфлировал в оболочку конфессии. Не динаминации. Это ересь. Ну, и почему люди лгут. Мне вспомнилось одно стихотворение. Я много стихотворения знал наизусть. И сейчас так, может, припомню. Когда трагический актер, увлекшись гением поэта, Выходит дерзко на позор в мишурной мантии Гамлета, Толпа, любя обман пустой, Кичася мнимым состраданием, Готова ложь почтить слезой и даровым рукоплесканием. Но если, выйдя за порог, Нас со слезами просит нищий, И прах, целуя наших ног, Вопросит крова или пищи, Глухие к бедствиям чужим, Чужой нужды не понимая, Мы на несчастного глядим, Как на лжеца и негодяя. И речь, правдивая его, Неподслащённая искусством, Не вырвет слез ни у кого, И не взволнует сердце с чувством. О, род людской, Как жалок ты, Кищась своим поддельным жаром, Ты глух на голос нищеты, А слезы льёшь перед фигляром. Вот такое стихотворение пришло мне на память. Ну и сразу мы проходим сейчас кое-что насчитываем. Вот это наш во свете Библии сайт, Тут и Александр Аменя, Вот здесь вот звук и видео, Много что сказано. Вот на днях я так говорил, Не знаю, кто видели или нет, Просто показать. Это у нас не было, Златоуста я уже убрал, наверное, Здесь слово Златоуста нигде не видно, да? Ну вот. Вот он куда заскочил. Вот смотрите, как Один Андрей Крящков В Америке сделал, И взял полный труд, Северного Златоуста. Теперь говорит, знаете или нет. И 12 томов, Которые я насчитал, Он их сделал отдельно, Можно скачивать. А я теперь подсчитал здесь 1169 тем, И 332 файла. Каждый файл 2 часа 5 минут. Ну это умножить на 332. Это что получится? Это я насчитывал в свое время. Начитано мною, И здесь можно скачать весь архив. Вот он где. Если кто не знает, Вот заходите, слушайте, И вопросов не будете задавать. Иоанн Златоуста говорит, Научитесь не задавать вопросы. Ничего себе. А как так? Ищите ответ в Слове Божьем. Не будьте так, что как слепые за стенку. Все время вас нужно водить. Ну и далее мы посмотрим. Мы сейчас смотрели церковь. Какие вопросы? Так, ну давай. О, какие вопросы? И мы их копируем. Мы так делаем. Дальше я увожу отсюда. Открываю страничку в Word. Ctrl-V вставляю. Ctrl-A активирую. И ну, чтобы было легко считать, 20-й шрифт. Возвожу. А теперь считаем. Это мне вопросы, Которые задавали везде В воинских частях, В милиции, В университетах, В школах. Где я вел занятия? Вопрос 1511. 6-й том, открытый моком. Открытый моком, Это 33 тома у меня книг вышло. Я выпускал первый том, Даже не написал первый. Я думал, одна книга будет. А получилось 33. А почему? Потому что идут занятия, Вопросы. И люди просят расширить эти вопросы. Проповеди. Ну и вот так вот. Каждая книга, 752 страницы. Вон они наверху на полке стоят. Там не покажешь. Почему же против неправ церковных, Против обмерщения церкви, Против нарушителей церковных канонов Вот стоят люди, Которым бы по долгу их вроде бы И не должно этим заниматься. Понятно. То есть простые люди, миряне, Бывает, Об этом Сергий Старогородский говорит. Бог будет выдвигать, Которые никакими званиями не обличены, А только своей предприимчивости. И будут людей выводить в заблуждение. Это Бог так делает? Какие вопросы у меня задают люди? У них нет ни специального образования, Ни связи, Ни положения. Это прямо мое. А вот из интеллигенции Есть грамотные люди. И умницы. Так почему же они-то молчат Против явных беззаконий, Какие творятся в московской патриархии? Это открытые вопросы. По радио, Три программы регулярные каждый день. В воскресенье была онлайн передача, Часовая. Ту же вопросы идут. Каждое воскресенье часовая. По эфирному времени я стоял, Даже близко рядом никого не было. Коммунисты вопили. Ни профессорам, ни депутатам столько времени нет. Все радиостанции отдали лапки. На попы выступают. Закупил за американские доллары. Все едут к нему и то другое. Ни одного доллара никому не давал. Да их и нету. Ответ. Я почти уже отхожу от всех боев. Рад, что постиг и эту тайну. С собой ее не унесу, Но поделюсь с вами моими благодарными слушателями, Потому что далеко не каждый найдет ответ на этот вопрос. Просто уверовать простым намного легче. Они не связаны многими вещами. То есть я отвечаю согласно Слову Божию, Чтобы люди пришли ко мне. У меня подход такой. Священники говорят и ни одного слова не подтвердят. Я подтверждаю в каждом ответе, в каждом, Многократно ссылаюсь по Святой Библии, Которую Бог дал мне знать и запомнить. Это я все на память цитирую людям. Вот что показывают здесь. Первое Коринфянам 1, 26. Называть книга, глава и стих. Посмотрите, братья, кто вы, призванные. Немного из вас мудрых по плоти, Немного сильных, Немного благородных. Все. От что до обличения пороков, То тут кому что терять? Если подвижник, То он кроме своей пустыни ничего и не теряет, Как Иоанн Креститель. А знатному есть на что озираться. Если, если... Андрей Кураева обо мне говорит, говорит, Игнатьеву разницы нет, кто там, Соборы, не соборы перед ним. Там епископы, наши там, синоды. А мне есть на что озираться. И что скажет епископ? Иначе он его сметет. А меня куда он сметет? У меня ничего и нет. Наш епископ когда-то грозился Меня, значит, отлучить, Батюшку запретить за то, Что опубликовал материалы о слове На русском языке за проповедь, За военную службу, Любите врагов ваших. Но ничего не сделал. Евтихий Курочкин. Это очень хороший епископ. Единственный, который я знаю, Не брал поборов. Порок Амос 7.14.17 И отвечал Амос и сказал Амосии, Я не пророк и не сын пророка. Я был пастух и собирал с сикаморы. У меня отец пастух 40 лет был. Я с детства вырос на полях. Их прям про меня говорится. Ну, Господь взял меня от овец и сказал мне, Господь, кавычки открыты, Иди пророчествуй к народу моему, Израилю. Теперь выслушай слово Господне. Ты говоришь, не пророчествуй на Израиле, И не произноси словно дом Исааков. То есть не трожь священников. Когда говорят, не судите, Священники вкладывают один смысл. Не трожьте нас, отойдите от нас. За это вот что говорит Господь. Жена твоя будет обесчищена в городе. Сыновья и дочери твои падут от меча. Земля твоя будет разделена межевой вербью. А ты умрешь в земле нечистой, И Израиль непременно выведен будет из земли своей. Вот я могу сказать, что это так. Смотря что священники делают сегодня, И не учат народ, Бог будет их выжигать, Я говорил, как в шеи прожарки. В тюрьме делается. Вот мы ходили, рядом которой деревня у нас, Потеряльки, мы раздали только, Раздали, купили и раздали. 30 тысяч Евангелий, Что-то нам где-то дали, дам регионову, Общество даром дали. 30 тысяч, только в окрестностях. И везде ситуация одинаковая. Говорить о ситуации мы имеем право. Мы проехали на машине, Благовествуя от Владивостока до Лиссабона, Турцию, Скандинавию и Прибалтику. И север сейчас еще обработка идет. Мы можем говорить, Имея огромнейший опыт. Везде одинаково. Самые главные враги благовестия – священники. Кто пренебрегает недипломированными проповедниками, Они лишаются своих жен, сынов, своих и дочек разлюбезных. Академисты будут пленены и погубят родину, Ради которой так упорно молчали. Деяние 18.9. Господь же в видении ночью сказал Павлу, Не бойся, но говори и не умолкай. Не бойся, говори и не умолкай. Это для нас, этот раввин из старца апостол Павел, А для его слушателей он часто представлялся как самозванец, Ибо был не из колена Львиина, А из колена Вениаминова. Без всякого почтения к его сану его били, Вытаскивали за ноги за город. Теперь я привожу места священного писания, Святой Библии, Вот которые места вы видите. Это я стою за кафедрой и привожу. Поэтому очень большой популярностью Пользовались наши занятия. Я сейчас выделю, так что он виноват. Пошел. Деяние 9.23. Когда же прошло довольно времени, Иудеи согласились убить его. Иоанн 9.22. Так отвечали родители его, Потому что боялись Иудеев, Ибо Иудеи сговорились уже, Чтобы кто признает его за Христа, Того отлучать от синагоги. Все, от синагоги не дать причащаться. То есть тот дух зла, Дух лжи вошел в них, А где ложь, там и убийство. Поэтому лжи как огня надо бояться. Иоанна 12.42. Впрочем, и изначальников многие уверовали в него, Но ради фарисеев не исповедовали, Чтобы не быть отлученными от синагоги. Вот со мной, кто знает, Или приходят к нам старообрядцы точно так же. Если будете ходить на богослужения в Потеряевке, Поп старообрядческий грозится. Вначале гнали их, А теперь они уже делаются гонителями. Ну и запечатывают. Ревность ко всякому делу решает участь этого дела. Бог ищет добровольцев, чтобы искоренить зло и насадить добро. Исайя 6.8. И услышал я голос Господа, говорящего, Кого мне послать? И кто пойдет для нас? Для нас с большой буквы. И я сказал, вот я, пошли меня. Интеллигентные люди, имеющие что терять, Они к Богу теплоохладные. То есть в полной мере их цена им блевотина, Извергаемая изо рта. Откровение 3.15.16. Знаю твои дела, что ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, Но, как ты тепл, а не горячий, не холоден, То извергну тебя из уст моих. То есть те, которые боятся архиерея, Боятся сказать, проповедовать, Это блевотина. Другого названия их нет. Об этом классе людей написаны тысячи книг. Но они плодятся. Они не делают того, что делают хулиганы. Но они к Богу не рвутся. И потому для них приход в церковь, Какая бы она ни была, спасительный клапан. Они панически боятся видеть непорядки. И в этом разговоре даже участвовать не будут. Они имеют запасной ход. Пока не ходят, а если приспичат, Они уже со свечкой. И совесть их чиста. Они же не ломали храмы, поповни, расстреливали. Для дела Божия это самые негодные прихожане. Прохожане. Ой, прохожане. В деле же Божьем нужно рваться вперед, не жалея себя. 1 Коринфянам 9.24 Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, Но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Вообразите, что на стадион вышли такие бойцы. Кто двумя руками за сердце ухватился И дышит через десяток повязок От страха воздуха на холодном ветру. Если бы они точно знали, что не только видимость дают, А на самом деле для команды они балласт, Они бы и не высунулись. А в духовном плане такие редакторы газет, коммерсанты с достатком, Они как дикие тунгусы боятся попов, Как те шаманов и их бубенцов. Они понимают под этим некое благоговение, Боятся как бы чего им не случилось. Они обрели себя в этой пустоте. В этих зданиях с куполами, Где забыли про Христа, И никто ко Христу и не призывает их. Вообще ко Христу не призывают, А стараются что-то взять от коммерсантов. Они исправно платят, жертвуют, И их попы любят. Они их чтят, Имена их на бумажках в алтаре лежат, И все довольны. Держат. 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 И все довольны. Но Господь их всех называет негодной блевотиной. Им Бог отказывает верить. Не дает этот дар настоящей веры. И говорит им, Иоанна 5, 44, Как вы можете веровать, Когда друг от друга принимаете славу, А славы которой от единого Бога не ищете. То есть я сказал и подтверждаю славу Библии. Сказал сразу, что говорит Бог. Это не мои слова. Эти интеллигенты ищут чего угодно, Но только не славы Божьей. Слава Иисусу Христу. Они же не фанатики какие-то. Им зачем искать? Они уже нашли свое. И себя в этих зданиях с попами. 1 Коринфянам 15, 19 И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, То мы несчастнее всех человеков. Сирахов 34, 1 Пустые и ложные надежды у человека безрассудного, И сонные грезы окрыляют глупых. Они любят храмы, колокольный звон, Не понимая, что этот звон есть лишь намек на то, Что в храмах должны звучать непрерывно проповеди о Христе. Вот купа, это колокол, это как голова, Которым бьют, там называется язык. Это проповедь созывает. А у мусульман не так. У них на минаре там сделано специальное место, Где выходит на балкончик. И он кричит, о, правоверные! А Аллах зовет на молитву, Это лучше, чем лежать на одном боку, поджариваться. Приходите, слушайте, что говорит нам святой наш пророк. Это, ну замени колоколом. Ни одного слова нет, хоть как бомби. Как патриарх говорит, хоть колокол звони, Говорит, хоть из пушки бей, Кирилл говорит. Никто не пошевелится. Стихотворение. Я ждал его с понятным нетерпением, Восторг святой в душе своей храня. И сквозь гармонию молитвенного пения Он громом в небо всколыхнул меня. Из древней благовест над русской землею Пророка голосом о небе нам вещал. Так солнца луч весенней порой К рассвету путь природе освещал. К тебе, о Боже, к твоему престолу, Где правда, истина светлее наших слов. Я путь держу по твоему глаголу, Что слышу я сквозь звон колоколов. Вот мне говорят, пишите стихи, У меня 3467 стихотворения. Ну примерно так кому-то похоже. Я никому не подражаю. Но от того, как стихи идут у него, Это Константин Дмитриевич Бальман. Вот я могу сказать, примерно у меня похоже на него. У меня стихи сами. Каждое стихотворение 9 куплетов. 36 строчек. 3400 стихотворений, 67. И ни одной помарки нет. Я просто с чистого листа писал. Но я сейчас не пишу. Так, о чем здесь речь идет? А я, о чем идет. Дальше церковь пиши. Там вопрос трудный. Да, церковь. Почему обличают простые люди? Простицы называются. Все. Дальше мы снова заходим. Назад. И опять. И опять точно так же. Контрл А выделяю. Контрл С внизу копирую. Открываю ворд. Почему-то ворд все время надо разворачивать. Контрл В вставляю. Контрл А активирую. Ну и на 20-й шрифт перевожу. Размер увеличить. Легче считать. Дальше. Вопрос 1513 тысяч. Какая точность. Шестой том открытым оком. Неужели так и нельзя совсем уж ничего сделать, чтобы как-то поправить положение православной церкви? Вы видите, какие хорошие вопросы-то. Или все же есть выход. Но многим он неизвестен. Знаете ли вы какое-то средство исправления этой беды в церкви, о которой постоянно кричите на всех углах? Да. Ответ. Беда в церкви страшная и почти неисправимая. Суть ее в том, что отвернуто священное писание. Единственное подлинное руководство как для церкви, так и для каждого отдельного человека. Авторитет писания православий практически для подавляющего большинства мирян и священников равен нулю. А потому и открыто поприще лукавым духом рассеивать мрак, мракобесие. И вихри враждебные вверят не где-то на собраниях и на маевках большевиков, но именно в доме, на котором наречено имя Божие. Глубину поражения сознания народа, который доверился невозрожденным священнослужителям, вообразить трудно. Сравнивать не с чем, потому что на месте писания огромный каньон, провал и бездна. И что бы ты ни привел и слов божьих, им это ни почем. Они не слышат и не хотят. Главное, что укоренилось сознание народа, который манипулирует попы. Это то, что они попы вполне достаточны, чтобы люди через них и только через них могли получить царство небесное. Главное, главнейшее в их проповедях, без нас вам не спастись, только мы можем довести до вас воздрая. И только мы знаем этот путь, только мы ваши истинные друзья, а все остальные это раскольники, очепенцы. Они гордые, самоправедные, самосвятые. Мы же милостивы, мы прощаем вас, мы разрешаем вас от ваших грехов. То есть это великий инквизитор Достоевского, который описывает, мы разрешим грех и спасем всех. А ваши гордые, отвечает он, куда, сколько их там есть. И эти люди, говорят, умрут и за смертью обрящают лишь смерть. За смертью обрящают лишь смерть. Дальше. Нужно чаще исповедоваться, чаще причащаться. Это везде говорят, то есть вот такая проповедь. Нужны для этого храмы и их благолепие. Жертвуйте, несите деньги. И ничего вам не нужно больше знать. Вы должны верить, что мы представители Бога на земле, и нам верены ключи Царствия Небесного. У нас антиминцы, у нас богослужебные книги, мощи, кадила, знания тайн, без которых Бог никого не слышит и не желает слышать. Вот они и говорят, но из их жизни так и получается. Если это не говорится именно в этих словах, но именно это звучит во всех действиях церковнослужителей. Произошла подмена Бога человеческой немощью. И в наших храмах не просто оязыченная масса людей, но сплошь и рядом опохабленное православие, где ничего нельзя сверить с Библией. Все держится на одних выдумках и на том, что это уже освящено традицией, преданием, корнями. Вот так. Традиция, предание, корни. Когда дома молишься, читаешь Библию, то вроде бы и надежда на исправлении есть. Но как только встретишься со священниками Московской Патриархии и с прихожанами, то надежды не остается. Там такой дремучий непаралазный лес из суеверий и сновидений, канонизаций, лжечудес, столько язычества и дикарства, что уже не об священии думать, а о том, как бы не быть виновным, что заходил к ним в храм. Не будет ли это поставлено Богом в грех, как преступление? Ни одной, совершенно ни одной, на прилавках православной книги не встретил, где прямо было бы проповедано по священному писанию. Ни одной книги с вопросами и ответами самых известных батюшек, которые бы прямо вели ко Христу. Везде они кругами ходят вокруг да около, да к своему благлагоутроби притягивают доверившихся им слепоствующих слушателей. Вот московский комсомолец, 25 декабря 2002 год, по 1 января 2003 год. Страница седьмая, кавычка открытая. В чьих руках десница Татьяны? За мощами святой охотились специально. На днях храм святой велимученицы Татьяны, расположенные в одном здании с факультетом журналистики МГУ, на Большой Никитской улице посетили двое мужчин. После их визита обнаружилась пропажа уникальной иконы, содержащей частицу древних мощей покровительницы студенчества. Православный атрибут до сих пор не найден. То есть вместе с цепочкой оторвали, унесли и не видели в храме. Это Максим у них там, козлов. А, это вы! Раздается голос настоятеля храма отца Максима. Я услышал скрип половиц, подумал, что это те негодяи вернулись. Икона была одной из главных святынь нашего храма, рассказывает отец Максим. В 1995 году мы совершали паломничество в Псково-Печерский монастырь. Там хранится десница, правая рука, святой мучениц Татьяны. Они от нее режут помаленьку и все святость разносят. Нам был отделен фрагмент этих мощей. В Москве его разделили на две части. Вот интересно. Министр обороны Грачев, министр, и патриарх Ридигер, у него кличка была, Алексей Второй, Дроздов, КГБ-вская кличка. И они решают, покровитель нужен ракетным войскам. Кто? Римлянку, девушку, Варвару избирают. Она согласна была или еще? Ракеты, которые называются Сатана. И теперь Сатану она должна благословлять и держать. Почему? Когда она убегала от отца Диаскора, как написано в житиях, открылась гора и замкнулась за ней. А ракеты находятся под землей, закрытые. То есть наши сходства. Они жития святых иногда считают, но куда они его привлечают? Дальше. Ну, должен сказать, что Сатана это не кодовое название, это СС-22. А Сатана это называют американцы и иностранцы эту ракету так. Ну, нет, другой, да. Все знают Сатана. Одна на хранице в отдельном мощевике в верхней части храма, другая была вмонтирована похищенную икону. О святынях такого ранга знает вся православная столица. Многие прихожане рассказывали о невероятной чудедейственной силе, заключенной в иконе святой Татьяны. А студенты подходят и все. Самые студенты-то как живут? Это блудилище, ничем не прикрытое. Показывают в туалете, голые валяются. Снимки-то мы видим здесь. Тот факт, что количество студентов, поклоняющихся иконе, постоянно увеличивается, говорит о популярности святой Татьяны в молодежной среде. Интересно, есть памятник Чехову, который сказал про город Томск. Там грязь и женщины некрасивые. Памятник сделали. И студенты как только идут на экзамен, должны прийти и за нос сегодня сделают. Так статуя-то вся черная, а нос блестит, он из меди или еще сделанный. Тоже такой популярностью пользуются. Я говорю, а здесь что? А это Шукшину. Василию Макаровичу памятник сделали, он там на морозе сидит в одних штанах на бугре. Точно так же, за палец большой у ноги. Прийти и надо прикоснуться. И тогда вроде там что-то будет. Вот слово сказать, я не буду говорить, называть с кем, ну, не знаю, в теле или не в теле, как Павел. Один человек знакомый со священником, ну и съемки там у него ввел. И у него иконы, видимо, хорошие были. А кто снимает, то ничего в иконах-то не понимает, что они дорогие. У нас вот бумажки, ну зайди, бумажки, она копейки не стоит где-то, только рамочка, может, стекло куда-то. Ну и проходит какое-то время, года три, наверное, прошло после этого-то, у него сломали дверь, залезли и вытащили иконы. Теперь этот священник думает, это потому, что в интернете стало известно где-то. Я посмотрел, вот тут воруют сотни, буквально сотни где-то. Ну и сообщает на днях, нашли уже где-то в Санкт-Петербурге или в Москве. Ну а этот священник-то спрашивает, который, иконы, сейчас иконы вернули, а сейчас уже продали, их нету. А как он нашел? Да он в интернете нашел. Я говорю, да врет он. В интернете он нашел. Когда рядом храм, да какой это наш сайт-то найти-то? А там слова храм нету. По каким словам он нашел бы-то? Я сам не могу найти свои даже ролики, а тот где-то нашел бы где-то дальше. Я посмотрел, воруют везде. Вопрос, зачем вам, дорогие иконы? Зачем изъятие церковных ценностей, за которые Ленин сказал расстрелять как можно больше попов? Бутова забутили. Зачем? Зашли пустой, как вроде анекдота рассказывает, инвалид. Лежит дома один, никого нету. И ночью смотрит, лунный свет, и кто-то шарится. Он говорит, сынок, что ты тут ищешь ночью? Я тут днем ничего не могу найти. Ну вот, что тут можно найти-то? А у другого что-то сломал, залез. Дверь сломал, точно так же. А этот инвалид-то где-то был. Вернулся, а у него записка на столе. Там 25 рублей за сломанную дверь. Отец сделает. Прости меня, отец, ну разве можно так жить бедно? Ничего не нашел. Я ничего не нашел. Какой-то вор-то был. Деньги положил за сломанный замок. Это официально уже говорят. И от священника. Ну теперь он узнал. Теперь его поставили. Ну у тебя-то ничего нету. Так он тому, кто снимал, ультиматум предъявляет. Да вы мне это то другое. Ну думаешь, вот тебе и на. Верующий. Да как реагирует-то? Ну допустим, к Антонию. Идет вор, ворует. Он говорит, что ты берешь здесь? Да там, говорит, у него еще спрятан. Он сам хозяин. Давай здесь спрятанно, вытаскивать. Ему помогать грузить. Второе. Если оборовали тебя, и ты недоволен. Там на Бога ропчешь. В церкви был, карман разрезали. Да что это за церковь? Ходить не буду. Сатана этого и хотел. Он стоит, в ладоши хлопает. Радуется. За пузо ухватился. Но если ты скажешь, Если в храме Божьем сатана так искушает, Господи, прими это, как милостыню животворящую. Сатана отскочит, как ужаленный. Как обожженный огнем. Вот как надо. А здесь паника, боязнь. Я не говорю, где, кто, с кем. Но это буквально со всеми такое. Да вы уберите эти иконы-то, дорогие. Отдайте их в музей там или куда-то. Значит, вы еще цените. Вот она подписанная кем-то была. Или там мощи какие. Муньоз, Иосиф. И вот он с этой иконой везде ездил. Пока не убили его. И пока икону не утащили по сей день. Ну, в интернете они видели его. Ну, а хорошо. Казанская икона Божья Матерь и оригинал. Украли еще при царе-батюшке. По сегодняшний день нету. Но копия была сделана у папы, у римлян. И они подарили православным. Уж они теперь малые дети. Да. Икона только первообраз. Это икона Владимирская, икона Казанская, икона Иверская. Икон я посчитал сколько? Больше, чем дней в году. Праздновать не успеешь. Надо по двум иконам в один день. Так Божья Матерь или иконе? Иконе празднуй. Не иконе, не Божья Матерь. Это все обман. И вот я попутно хотел это и сказать. Украли. Так может похитителями были студенты? Это святая покровительствует? Что они могут найти? Она покровительствует? У святых нет специализации. Это же не прием в поликлинике, чтобы одни молиться при ушных недугах, другим при болезнях живота. Помолиться Татьяне мог любой верующий. Но в силу того, что святая мученица на протяжении двух с половиной веков почитается за покровительницу российского студенчества, главным образом ей молились юноши и девушки. О чем молились? Во-первых, юноши там нет, это уже мужики. И девушек-то нету. Когда тут потерялись пять студенток, то вызывали всех в КГБ. И писали это в газете. И вызвали здесь есть сатанисты. Их спрашивают, вы случайно не имеете отношения к этим девушкам? Ну, в жертву приносят. Он говорит, скажите, вы знаете, что мы девушек приносим? Да, девушек. А вы где их нашли в университете? Где вы их нашли? Нам это не надо. Зачем они? Они блудницы. На букву Б называются. Вот и все. А потом находят их весной, выпахивают там на полях и везде. А уж кто стал вором, не знаю. Но тут надо было мне разделить вот так вот, где говорят. А где висела похищенная икона? Икона крепилась на аналой, объясняет батюшка. Образ был привинчат к материи. А та, в свою очередь, была примотана цепями к деревянной подставке. Как Златоуст говорит, когда переезжает богатство, переводят кто-то, нанимают специально транспорт, ящик приковывают его к телеге к этой, ну, во ее времена-то, и охранников. Так она говорит, золото убегало вместе с сыпями, с охранниками. Вот на одного, говорит, напали, мысли такие. Он торговал где-то, вернулся, едет на корабле со своим помощником. Старец один, купец. А у него там золотишко, много. Матросы узнали, сразу решили убить его старика, да, и все. А он, кто-то ему сказал, парнишка там прослушал, пришел и сказал, деда, убить хотят тебя. А ему что делать-то? Капитан, он с ним делится. Он тогда, говорит, матросам дал немножко, и говорит, вытащите сундук. Вытащил. Покрывало, все собрались. Он высыпал на покрывало. Вот это столько стоит. Флотилия кораблей купить можно было. Теперь помогите мне. За края и в море выбросил, и пошел спать. А ему никому не нужен. Никому не нужен. А кому ты нужен? Убивать тебя, руки марать. Поганец, выбросил все. Вот и все. Так и здесь. Не держите золотишко-то свое. Ян Затаус говорит, что безопаснее спать, на деревянной кровати, на железной или на золотой? Это писали у этого, там у миллиардера у одного. У него что-то там в туалете неладно было. А этот пришел, который Анастис. Вот. Ну, он женился на убитого президента, женился на Жаклин Кеннеди, потом. Анастис. У него корабли, нефть возят и прочее. И он говорит, что? Он говорит, а тут изгиб не так. Он говорит, ну и что? Ну, эту часть надо убирать. А у него, который идет, слив все из золота сделано. И он взял этот кусок-то, три килограмма, что ли, отпилил этому средству. Забери ты его к себе. Три килограмма золота, забери себе. Он ему там сделал, отшлифовал, дальше золотое тоже поставил, из туалета там, где течет. И показывает дочери этих олигархов, она сидит на пляже, и сзади у ней к трусам, или как называют это, стрингеры эти, привязаны. И ожерелье там висит на заднице. Ну, вообще, даже не придумал. Она не знает, куда прилепить-то. И когда они купаются, после них люди ходят и собирают, она теряет и не знает. А, что-то потерялось. Что ты ищешь-то, сосед говорит там. Что ищешь-то? Ошейник с собаки соскочил, не знаю где. Он вытаскивает, сто долларов купюру зажег, и при свете ее ищет. Дальше. Без специальных навыков и слесарного инструмента отделить икону от ножки невозможно. А преступники сделали это за несколько минут. Вот понятно, преступники-то какие. Главное, прикрученность. Без слесарного инструмента не открутишь. Им привязано цепями, с цепями убежало. Для нас ценность иконы заключалась в содержавшихся в ней частицах мощей святой Татьяны. Она не спрашивает, надо ее резать, не давала она сознание или нет. Татьяна. Выходит, овчинка не стоила выделки. А может, икону стянул кто-то из своих? У нас около 600 икон. Мы не можем каждую из них охранять отдельно. Александр Елисов. Вот так. Эта газета пишет, Комсовольская правда, берут у него интервью от освященник, очень знатный. Его многие статьи, вопросы, ответы, я разбираю, там у меня есть где-то. И отвечает примерно правильно 6%. 94% отвечает неправильно. Я разбираю это. Он еще про это не знает, он на меня должен напасть когда-то. Сохрани, Господи. Он грамотный, он забьет меня сразу. Вот, обращив того, что называют сегодня православной верой. Это состояние без упоминания имени Христова, без упоминания Библии, без упоминания о Царстве Небесном, о страхе Божьем, о Вечности, о Баде. Вчера мне скинули материал, не скинули, а показали огромный материал, как хотели, чтобы отпели жертвы эти фрагменты тел, там руку, ногу нашли, у кого хоронят, чтобы хоры были из разных-разных храмов, чтобы пели. А епископ там один восстал и говорит, если на улице будет петь, видимо боялся, чтобы простудиться, я вас там то отключу, что-то напугал их. И они не пошли. И теперь один я православный прихожанин, и он теперь этого епископа гвоздает и всех, чтобы утешить тех, которые... А о Христе вообще слова ни одного нет. Вот он у меня прямо на экране лежит этот материал. И все это держится на кандидатах наук, на батюшках, и обязательно, чтобы это было в храме. Без храма всю эту атрибутик он же не будет носить в котомке, как после революции делали тайные священники. Люди, которые никакого отношения не имеют к Богу, всегда найдут в этом повествовании священника горюющим о потерянной игрушке. Так много сродственного себе. Окаянные воры, как только их земля носит, они еще не знают ворюги, что батюшка их всех приговорил к заочному посрамлению. Хищение церкви есть тягчайший грех, расплачиваться за который придется не только злоумышленнику, но и его близким. Это он так говорит сегодня кандидат наук. Приведу лишь несколько стихов из послания Еремии, 56-57 стихи. Ни от воров, ни от грабителей не могут охранить самих себя эти боги. Деревянные и оправленные серебро и золото, превосходя их силой, они снимают золото и серебро и одежды, которые на них, и уходят с обычаи, а эти себе самим не в силах помочь. Вот, ну все, было, было, это до пришествия Христа, это из послания Еремии. Вот так иконы эти украли там у батюшки, то другое, да ты бы сказал, да благословен Господь, избавил, прими как милостыни, нет, прямо таки с угрозами тому человеку, через которого он знает, да в интернете там миллионы их может воруют. В этом повествовании отца Максима нет ни звука, который бы хотя отдаленно соответствовал откровению Божию, известному нам из его слова вечного. Вопросы, которые нужно бы разрешить, чтобы рассеять мрак, который наваждением окутал нашу страну. Кто и когда получил от Святой Татьяны согласие быть заступницей именно русских студентов? Ясно, что это бред сивой кобылы от породы Шуваловской. Шувалов это придумал-то ее поставил, императрица и сказал, давайте Татьяну сделаем покровительницей студента. Она девушка была, она только когда привели ее к храму там языческому-то и показывает, вот красота, она дунула на них и вся эта языческая премудрость упала и развалилась. Вот она какая была Татьяна. А то Шувалов придумал-то. И от блудниц цариц. Вот откуда это? Когда в Барнауле пропали пять девушек из АГТУ и подозрение пало на сатанистов, ой, я говорил, то они дали стопроцентное алиби, что они не сожрали этих абитуриенток, кавычки, открытые. Сатанисты приносят жертву только дельственниц. А где в университете могли найти дельственниц? Чего нет, того нет. Значит, мы невиновны. Это они так ответили в КГБ. Такие, как есть, нам не нужны. Не нужны даром. Ручка закрыта. Даже сатанистам они не нужны, эти студентки. А батюшка говорит, что приходят юноши и девушки молиться к иконе. Приходят же блудники и приходят с самыми меркантильными мелочными интересами не забеременеть, чтобы не разлюбил ее юноша в кавычках этот изблудившийся сокурсник или преподаватель. Да, особенно преподавателей в школе. Вот это, ну, Малахов Андрей говорит, вот она, ей 12 лет, она забеременела от учителя математики. Все это разбирает он там. Послание Ремея 43. И когда какая-либо из них, увлеченная проходящим, переспит с ним, попрекает своей подруге, что та неудостойна того же, как она, и что перевязь ее не разорвана. То есть у нее она подпоясывается, и вот который приходит, он обязан снять, порвать, но ему-то за счет оплатить надо. И меня спрашивают, а сколько заплатил-то, когда пришел блудница-то, ягненка-то, сколько он стоил-то? Я тут ответ давал. И он заботится о том же, сдать экзамен, и чтобы современная распутная Танька не висела на нем, чтобы он был свободен, и в армию его не забрили. И относительно того, что к святым не обращается по разным ушным болезням, то батюшка тут схитрил на невежестве людей. Как раз в патриархии это усиленно насаждается, строго по профессии обращаться закуска, специализированным святым. И кому, и как целый каталог издается. По зубным болям к антипе 11 апреля, потому что ему голову отсекли, а в голове и зубы у него должны были быть. По болезням живота к святому Артеме 20 октября, так как его камнем раздавили, и у него внутренности выпали. Вот поэтому по животам лечат дальше. По ушным болезням к святому Зосиме 4 января, так как ему раскаленным железом проткнули уши. Можно и Марку и епископу 29 марта Тимофея 3 мая Акелине 11 июня все они были казнены через уши и их проталкивали раскаленные прутья. И так по любой болезни наружной и внутренней. Это издают церкви прямо из детства по специализированности ухо-горлонос. Обворовали их и они скорбят что нет защиты у них. Кто же разрешил терзать тела умерших и для чего? Дикари-людоеды верят, что если съесть сердце или печень убитого ими врага то мужество с противника переходит в них. Здесь та же самая суть. Если это был человек святой значит во всех клеточках этого тела святого должен быть Бог и любовь Божия к этому святому так велика что Бог непременно и всегда пребывает с этими телами этих святых и даже с отдельными фрагментами тел и сошлются на Иоанна Дамаскина это у них главный идеолог и даже любит и подает помощь тем кто эти фрагменты тела умершего святого имеет у себя или заложены в специальные места мощевики или ощипнутые частички этих фрагментов монтированы в иконы в кресты как Андрей Кураев говорит нанотехнология теперь что в каждом доме все святые были здесь в этом одном утверждении столько лжи тумана давней страшной тьмы Бог дал указание навеки всем и повсюду одно и то же Бтие 3.19 в поте лица твоего будешь есть хлеб доколе не возвратишься в землю из которой ты взят ибо прах ты и в прах возвратишься прах возвратишься не в мощевики не в антиминцы думали ли окаянные мавитяне что своим походом они на целые тысячелетия вызовут ажиотаж вокруг покойников мировой религии в христианстве они все будут ждать и ждать чудо от мощей раз было это однажды с делисеевыми мощами то непременно по их учению это должно происходить всегда и со всеми кого они самоизмышленно признают святыми и за 2000 лет много ли было такого да много же чтобы от мощей а ты мертвый вставал 4 отца в 13-20-21 и умер Елисей и похоронили его и полчища мавитян пришли мавитяне главное виноваты я на них мину складываю и полчища мавитян пришли в землю в следующем году и было что когда погребали одного человека то увидев это полчища погребавший бросили того человека в гроб Елисеев и он при падении совсем коснулся кости Елисея и ожил и встал на ноги свои тут закончили они ожил встал на ноги дальше что стал нам мавитяну ждать он бросился за ними а потом добежал до дома умер второй раз хоронить его дальше то они не говорят что было даже имени нет этого восставшего мерзвеца а он является раноначальником всех кто что-то получил от мощей святых и никому это не кажется странным удивительным и смешным это уже не язычество а самое ярое дикарство неприкрытое идолопоклонство послание Еремея 1.9.14.17.44.72 бывает так же что жрецы похищают у богов своих золото и серебро и употребляют его на себя самих имеет меч в правой руке и секиру у себя самого от войска и разбойников не защитит это идола рисуют они скипетры отсюда познается что они не боги и так не бойтесь их и как у нанесшего оскорбления царю заграждаются входы в жилье когда он отводится на смерть как так капища их охраняют жрецы их дверями и замками и засовами чтобы они не были ограблены разбойниками все совершающееся у них ложно посему как можно думать или говорить что они боги и так лучший человек праведный не имеющий идолов ибо он далек от позора могу поручиться что ни один священник в течение целой тысячи лет на Руси не давал вот эту информацию о мощах что никому и никто из святых не разрешали чтобы их тела кромсали распиливали и резали пусть даже из самых святых и благоговейных чувств и намерений благих кто этим занимается они должны быть признаны врагами святых в уголовном порядке преследоваться как преступники должны быть сурово наказаны за все мощевики которые должны быть признаны как свещественное доказательство их преступления или как соучастие в тягчайшем преступлении более тяжким чем воровство этих мощей из храма все кто расчленяли и брали что-то от их мощей с этими мощами творится страшное своевольство и эта язва так глубока что даже такие просвещенные и продвинутые священники с кандидатскими безделушками ни одному из их подопечных не говоря что святые запрещают резать их тела запрещают и угрожают и наказывают всех вплоть до патриарха кто хотя бы волосиночку от них изымит бытьи это 19 прах ты и в прах возвратишься но нашим попам это трын трава им нужны атрибуты власти и привлечение доходов к себе от слепотствующих слепотствующих и создают не храмы а скатомогильники и когда подсчитали то оказалось что одних рук Иоанна Крестителя в мире более 20 и несколько голов его то есть у каждого фото святыни иметь и все утверждают что только у них истины шарлатанство самой похабной пробы святые завещали ничего от их тел не брать не трогать их не мучительствовать их тела даже если бы только один из них это сказал и тогда бы этого должно было бы достаточным ибо над всем тяготеет вечное утверждение создателя Бытия 319 ну и возьмите за 1 сентября Семена Столбника патриарх был знаком ему и когда хоронили он решил взять патриарх от бороды на память волосинку и рука сразу отсохла вернул волосинку на место а рука выздоровела и они не знают это Антони боялся что изрежут ушел спрятался это в нору заложился так умер никто не нашел его и таких я показывал составляя на жития святых ни один не разрешал что-то брать ну тут один где-то монах стал обличать а они его сгребли на цепи посадили батарею приковали внутри кормили там держали его за то что обличал а один пришел утешает ну ты смотри как похудел то уже умрешь честь будет мы тебя изрежем на мощи ты по мощевикам пойдешь у нас прах и прах как посмели восстать за этот закон изреченный Моисеем отвергаясь его как бы не бывшим его делая в прах они мощевики не в кресты евреям 10.28 отвергшиеся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смерть а это закон Моисеев не на обозрение и не на поклонение на могилах святых там поклоняйтесь но не богохульствуйте в бытие 3.19 прах ты и в прах возвратишься 5 апреля Марк Афинский кавычки открытые ничего не бери от мощей моих заповедовал святой серапиону и серапион послушался а сегодняшние расчленители тел разве слушаются они же православные им законов нет им нужна святость они от каждого святого ущипнут для своих нуж святости и будут по прежнему грешить надеясь на помощь этих частичек тел я прямо беру и жития святых пусть они докажут где разрешено 25 июля феврония кто хотел взять часть от ее мощей разбросанных мучителями раздавались гром землетрясение рука омертвела не резать ее хотели а даже только собрать 1 сентября Семен Столпник патриарх хотел взять немного волос рука отсохла положил на место здоров любому здравомыслящему человеку понятно что сегодняшних раздробителей должны бы по логике вещи руки подсыхать навсегда но раз этого нет то это вовсе не значит что Бог благословляет качунствовать над телами святых 15 сентября Никита это новгородский один палец взяли от мощей и отсохла рука 26 октября Дмитрий Солунский хотел часть мощей взять но не позволил святой 13 декабря Евстратий от тела не брать ничего кавычки прямо такой наказ дал при жизни 9 ноября Феоктиста одна была на острове где и скончалась охотник отделил ее руку не было на то ее благословения корабль не мог плыть вернулись приложили руку и тогда только путь им открылся Галатам 3 15 Братья говорю по рассуждению человеческому даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему Понятно это завещание посмертное Разве этих свидетельств нам недостаточно значит глубоко уже засосало трясина язычество и дикарство что хотя никто не заповедал брать от стих тел что-либо а только были запреты запреты и запреты на это безумство но православные перелезли через все эти запреты не боясь ни Бога ни святых на первом месте своеволия и похоть невозрожденных язычников которых по великому неразумию называют христианами 21 февраля Евстафий что есть мощи тела усопших всех христиан 29 июня Иулии и Иулит сто храмов построили завещание где быть похороненным и что было когда завещание было нарушено да кто может с достоверностью стопроцентно доказать что мощи именно этому человеку принадлежат столько фальсификаций было во времена пертрубаций понебрежности и какая нужда так рисковать и вместо божьего повеления хоронить в земле придумать свои измышления Псовом 118-113 вымыслы человеческие ненавижу а закон твой люблю 11 июля чудо с мощами Ефимии Лев и Саврянин положил вместо мощей вонючие кости 20 октября Артемий Юлиан сжег кости Иоанна Крестителя и Елисея и смешал с костями нечистых животных и людей почему кости только этих двух святых может быть потому что мощи Елисея и положили начало этой вакханалии с мощами мощей некоторых святых вообще нет почему не потому ли что эти святые уже знали о языческой беде проникшей в церковь и не хотели в этом участвовать и еще при жизни озаботились о своих мощах и тело их после смерти было сокрыто чтобы дьявол не насмеялся над ними через это православное неразумное почитание сверхпочитание Иуда 1.9 Михаил Архангел когда говорил с дьяволом в споре о Моисеевом теле не смел произнести укоризненного суда но он сказал да запретит тебе Господь одно из толкований гласит что дьявол хотел устроить уже тогда вот такое почитание Моисеева тела а боготворить его а может быть чтобы расщепляли тело по коленам каждому непонемногу хорошего 17 января Антоний Великий мощи неизвестно где 22 сентября Косма Болгарин через 40 дней мощи не оказалось 6 октября Фома хотели от него кость взять но тела тела на месте не оказалось 21 октября Иларион Великий тело его украдено 24 ноября Екатерина мощи сразу перенесены были ангелом повторяю что в первые дни в церкви даже намека не было на такое самое натуральное идолотворчество из мощей к умиротворению усопших тел 31 июля Евдоким завещание дал тело не раздевать похоронить в сапогах мать скрыла могилу потом сняла сапоги 12 сентября Авталном епископ от мощей ничего не отпало все цело святые люди неоднократно наказывали бросить их тело зверям и может быть потому чтобы не было мифологизации об их чудотворной стиле в мощах 30 сентября Григорий как вышка ты ты стащите в болото тело мое 15 сентября Филофей когда умер то протянул руки взял Иереев за плечи велел бросить свое тело на сиденье птицам и зверям 16 октября Лонген сотник одной вдове открыл где в мусоре за городом находится его голова чтобы она взяла и похоронила ее 16 июля Иулия нашли груди ее приставили к телу не стали домой тащить хоронить там что же отец Максим не читал или не проходил в академии про это в Ветхом Завете никто никогда не расчленял тела умерших святых но погребали их достойно с этим и этим оканчивали заботу об их теле Деяние 8.2 Стефана же погребли мужи благоговейны и сделали великий плащ по нем то есть первый мученик Степан что сделали резать начали нет похоронили Бытие 3.19 прах ты и в прах возвратишься слово погребение встречается в Библии 90 раз и ни разу не даже намека во всей Библии на то чтобы тела умерших подвергали расчленению если же случалось что кто-то не был погребен то это считалось наказанием Божиим 2 Маковейский 5.10 оставивший многих без погребения он сам остался неоплаканным и не удостоен ни погребения ни отеческого гроба понятно где Маковейский они не знают этих мест мудрости даже не хватит на это Бытие 3.19 прах ты и в прах возвратишься просто не быть погребенным считалось позором и несчастьем и проклятием а что говорить о тех кто не просто не погребен а еще и будет разрезан на мельчайшие частицы как будто кто-то фарширует его и распилен и не ужаснуться такому варварству и дикарству и Клисиас 6.3 если бы какой человек родил 100 детей и прожил многие годы и еще умножились дни жизни его но душа его не наслаждалась бы добром и не было бы ему и погребения то я сказал бы выкидыш счастливее его ну вот и все какие места интересные Бытие 3.19 прах ты и в прах возвратишься даже совершенно незнакомых людей любого бомжа старались похоронить безжалостные кровожадные иудеи получается что терзающие мощи святых хуже и этих извергов Матфея 27.7 сделал же совещание купили на них землю горшечника для погребения странников даже бомжей и то хоронили деньги всегда нужны церковникам и на самые разные дела но вот эти евреи решили что в первую очередь эти средства необходимо пустить на погребение странников паломников погребение важнее ремонта храмов важнее благотворительных обедов серахов 38.16 сын мой над умершим пролей слезы и как бы подвергшийся жестокому несчастью начни плащ прилично облеки тело его и не пренебреги погребением его серахов 44.13 тела их погребены в мире и имена их живут в роды да святые говорится в роды тавитом 1.17.18 алчищем давал хлеб мой ноги одежды мои и если кого из племени моего видел умершим и выброшенным за стену Ниневии погребал его тайно погребал я и тех которых убивал царь Синахерим в библии слово гробница встречается 28 раз и всегда только как благословение божие кто же позволил отнимать это явное благословение божие и не давать святым успокоиться окончательно отдел своих кто разрешил терзать их тела и резать и крошить и вмонтировать и развозить их по всему свету что же получается что Бог должен фиксировать это и помечать у себя кто такой шустрый и проворный православный добытчик мощей сумел достать такой редкий товар и эти приобрести благословение божие в ветхом завете случалось что тела людей были расхищаемы псами с зверями и птицами но никто из людей не посмел бы даже при самом лучшем отношении к умершему резать человеческое тело и потом врезать в кресты и в иконы и держать на поклонение почитателям прикосновение к умершему всегда считалось осквернением числа 19-13 всякий прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека умершего и не очистивший себя осквернить жилища господа и истребиться человек тот из среды Израиля ибо как строго было ибо он не окроплен очистительной водой он не чист еще не чистота его на нем случалось что враги убивали евреев но оставленные тела их и часть их тел хотя бы без головы так как головы их враги уже сняли выносили погребали их а не резали и не терзали судей 16-31 и пришли братья его Самсона и весь дом отца его и взяли его и пошли похоронили его во гробе маное отца его 1 параллелепоминон 10-12 и поднялись все люди сильные взяли тело Саулова и тело сыновей его и принесли их и овис и похоронили кости их под бунт похоронили похоронили ничего никто не делал больше всегда превыше всего было повеление Божие Бытие 3-19 прах ты и в прах возвратишься а у православных нет даже малюсенького понятия повелений Божием и они установили свое окаянство назвав это священным преданием если предание идет в разрез со словом Божиим то он сатаны и этому предано предание анафема вековечное Галатам 1-8 но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то что мы благовествовали вам да будет анафема Бытие 3-19 прах ты и в прах возвратишься почему первые христиане никого из апостолов не расчленили на мощевики они бы вполне могли бы взять тело Иисуса выкрасть его и потом страшно сказать тело его развести по всему свету для приобретения себе святости особой они же признавали его не за Бога а только за пророка и уж никак не меньшим чем святая Татьяна такое не случилось только потому что это были еще не православные судьи веры и не о языченные лжехристиане а настоящие христиане которые чтили закон Моисеев и наказ Бога Саваофа вечного Еговы Бытие 3-19 прах ты и в прах возвратишься они еще не знали что даже самое святое что у тебя есть тебя не спасет от гнева Божия если ты сам свинья православная и закон Бога не чтишь тебе не помогут ни чудотворные иконы ни ковчег ни храм Христа Спасителя все это пойдет под нож Ленина и Троцкого Иеремия 15-1 И сказал мне Господь хотя бы предстали пред лицо мою Моисея и Самуил душа моя не преклонится к народу сему отгони их от лица моего пусть они отойдут Исайя 1-13 не носите больше даров тщетных курение отвратительно для меня новомесячий и суббот праздничных собраний не могу терпеть беззаконие и празднование 1-й царств 4-й 11 и ковчег Божий был взят в плен и два сына Ильиевы Ильиевы Оф Нифиниес умерли выход из этой ямы возможен только тогда когда будем веровать чисто по Библии жить со Христом без этих мощевых суеверий мощи же необходимо немедленно повсюду с подсчетом захоронить потому что в силе еще смертный приговор Божий Бытие 3.19 прах ты в прах возвратишься в прах возвратишься в прах возвратишься в прах возвратишься в мосписательном 1-2-3 при описании почитания мощей юродивых колоколов чудесных явлений икон всегда умиленно восторженно писатель захлеб добавляет и нигде во всем свете нет такого количества и такого почитания всего этого как на святой Руси и еще нужно бы ради полноты правды добавить что нигде нет на всем белом свете такой темноты в народном сознании от незнания писания как на не святой Руси я сбился сейчас наверное прошел да? час сорок час сорок час сорок ну значит закрываем все ну да церковь мощи тут мощи иконы были иконы иконы мощи все туда показать сразу заканчиваю и выключи вот теперь подождите маленько передохните конечно они на меня будут злиться мощи-то как ну в общем дальше по-английски